Заебали меня с этим вашим Sub-Zero и предложением купить хотя бы его клон за 25 долларов... Я пошел в магазин PAAR PRODUCTION... И вот он. НАТЕ БЛЯТЬ... ДЕРЖИТЕ СВОЙ АЫВАУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ УУУУУУУУУУУУУУК СИИИИИИИИИИИИИИИИИНКУ... Это модель Sub-Zero Competition. Если кто не знает, Competition это когда два мудака прижимаются спинами друг к дружке и меряются, у кого длиннее струя пара. Да, вот такое вот соревнование. У кого длиннее, тот и выиграл контест. Как тут верно подсказывают, Competition это типа серия, а модель на самом деле называется Sub-Zero X. Ну мне похуй, пусть будет X. В коробочке кроме самого мехмода нихуя нет, но он настолько необычный, что наверное стоит поговорить о нем подробнее. Это очень хорошо, потому что в последних моих обзорах электронных сигарет я просто уже не знаю о чем рассказывать, потому что везде одна и та же совершенно одинаковая хуйня. Sub-Zero отличается от всей этой пиздобрати достаточно оригинальными решениями. Помогают ли они ему или нет, об этом поговорим попозже, потому что уникальный это далеко не всегда означает полезный. Но тем не менее сосредодрочимся на этих самых особенностях. Мод состоит из четырех основных компонентов. Это верхняя крышка с коннектором, которая откручивается. Дальше с мода снимается центральная дополнительная труба, которая там нужна непонятно зачем. Под ней идет основная труба корпуса и внизу вкручивается кнопка в сборе. Мод из латуни покрыт лаком, то есть он конечно засрется от грязи и жира с рук, но не сразу. В принципе тут мне почему-то вспомнились времена на Гонзе и тамошние саундмодераторы, обтянутые термоусадкой. Возможно имеет смысл этот мод обтянуть термоусадкой, но если ты конечно не найдешь на него какой-нибудь подходящий силиконовый гондончик. Стоит сказать, что этот клон достаточно точно повторяет оригинал. Есть конечно кое-какие мелкие отличия, например в верхней крышке материал изолятора совсем не такой как в оригинале. Тоже можно сказать о изоляторе внутри центральной трубы. То есть внутри корпуса проходит пластиковая трубка, внутри которой находятся батареи. Ну коли уж мы заговорили о батареях, здесь первая и основная отличительная особенность этого мода. Батареи в Sub-Zero Competition вставляются наоборот, плюсом книзу к кнопке. Соответственно центральный контакт атома упирается в минусовой полюс батарейки, а не в плюсовой. Отчего на батарейке остаются черные следы. Что бы тебе там не говорили мехмода дрочеры, Sub-Zero точно так же портит аккумуляторы, как и любой другой мод. Кроме плата моды естественно, потому что все мехи говно. Причем обрати внимание, здесь розовые Samsung 30Q, которые не обладают большой уж отдаваемой мощностью. Я уж не говорю, что он делает с сониками в эти C5, которые я туда поставил. А плюсовой контакт батареи прижимается к нижней части кнопки. Батарейка постоянно зажата. То есть в этом моде постоянный контакт с батареей, а размыкание происходит внутри кнопки. Есть защита от идиотов. Батарейки наоборот вставить не получится, потому что мод не замкнет цепь. Для этого вокруг нижней части кнопки есть такие пластиковые зубчики, которые проходят вокруг центрального полюса батареи, где есть такие выступы и вырезы. На минусовом полюсе батарей таких выступов нет, и поэтому если батарейка поставить наоборот, то контакта не будет, потому что эти пластиковые штуки выступают над центральным контактом кнопки. Здесь же на моде находятся вентиляционные отверстия, потому что батарейка в случае взрыва вентилируется через плюсовой контакт, через те самые прорези вокруг него. Так что здесь все логично. Ты ведь не забывай, что аккумуляторы это тихие убийцы. И вообще, кроме батареек убийц, вражке не осталось других проблем. Если разобрать кнопку, то внутри ты увидишь пружинку и такой центральный пин. Это стержень, который прижимается к батарее и, собственно говоря, обеспечивает соприкосновение с плюсовым контактом. Разрыв цепи происходит не на батарейке, а на вот этом пине. Он точно так же засирается и окисляется от электрических искр. Просто поскольку он находится внутри, и добраться до него достаточно сложно, потому что кнопку это не очень удобно разбирать. И если поставить мощные аккумуляторы типа VTC5, то вроде как это особо и не чувствуется. Но окислы никуда не делись. Они так и будут на этом пине. Я подготовлю отдельное видео о том, как чистить мехи, и там расскажу конкретнее об этих окислах. Но сейчас просто скажу, что все, что ты слышал про то, что Саб-Зиро не портит аккумуляторы и не засирается, и его не надо чистить, это все ложь, пиздеж и провокация. Он портит минусовой контакт аккумулятора и засирается внутри, вот на этом самом пине. Следующей особенностью мода является то, как происходит контакт, то есть как срабатывает кнопка. Для этого внутри кнопки есть такие лепестки, которые в момент нажатия на кнопку обжимают вот этот центральный пин, ну примерно как цанговый карандаш, и происходит замыкание контакта, и электричество подается на атомайзер. В принципе, надо сказать, что достаточно умное решение. То есть реально этот мод отличается от других инженерными находками в своей конструкции. Вот только есть маленькая проблема. Мод не работает. Я проебался с ним два часа, че я только не делал, но мод не замыкает цепь, хоть ты обосрись. В конце концов, я понял, в чем проблема. Дело в том, что вот этих лепестков должно быть три. А здесь их два, а на третьем только нанесена такая тоненькая линия, он просто тупо не дорезан на фабрике. Я прям вот представляю этого китайца, который делает клоны в подвальчике дяди Ляо. Он так резал, резал, надрезал, потом так бросил это все нахуй, махнул руку и сказал, да ебись оно все конем. Я не знаю, как будет ебись оно все конем по-китайски, но, наверное, звучит очень музыкально. Плюнул вот так вот в пизду, покидал это все в коробку и ушел нахуй, я не знаю, на обед жрать свой рис. Соответственно, для восстановления работоспособности мода. Я сначала попробовал надломить эти два лепестка с помощью двух пар пассатижей, но у меня это не получилось, лепесток начал гнуться и я что-то зассал. Поэтому пришлось взять обычную ножовку по металлу и отпилить этот самый лепесток. Разумеется, полотно по металлу выбирает достаточно много материала и, наверное, зазоры получились больше, чем нужно. Но, тем не менее, мод после этого заработал. Это у меня тут спрашивали, какое отличие между клонами и оригинальными девайсами. Вот оно, может приехать вот такое вот говно, с которым тебе придется поебаться. Справедливости ради стоит сказать, что и оригиналы часто приезжают глючным недоработанным говном. Яркий пример, российские девайсы типа кайфунов и импортные девайсы типа грифина 25. Для пробы подходящая по цвету дрипка у меня оказалась только Кеннеди Трикстер, но она, к сожалению, на миллиметр уже чем надо и заподлицо с модом она не встает. Но, тем не менее, на ней мод работает и, в принципе, парит. То есть, немного проебавшись, мне удалось починить этот говноклон. Но если бы мне не удалось его починить, то, в общем-то, в случае покупки из Китая, например, на этом все бы и кончилось. Потому что для замены мне пришлось бы за свой счет отправлять его обратно или как-то там ебать мозги, чтобы мне вернули деньги там или что-то такое. Но поскольку это товар из магазина Пар Продакшн, они без каких-либо проблем забрали у меня бракованный мод и выдали новый рабочий. Именно так и нужно проверять магазины, потому что когда все заебись, оно все заебись. Магазин проверяется в тот момент, когда какие-то проблемы. Как он работает с претензиями? В данном случае нет никаких претензий к тому, как Пар Продакшн обработал мою претензию. Поэтому в их честь я закручу спиннер. Кстати, в Пар Продакшн сейчас идет очередная акция. Они там ништячки всякие раздают и розыгрыш проводят. Если ты хочешь в ней поучаствовать, ссылочку на нее я оставлю внизу в описании. Не забудь по ней сходить. Так что теперь с кнопкой все нормально. Кроме того, я еще взял дрипку Sub-Zero Competition G. Тоже, разумеется, клон. Это вообще тоже весьма оригинальная конструкция. Но прежде всего стоит обратить внимание на высоту этой дрипки и вот эти боковые воздухозаборники, откуда жижа течет как сука просто. И тонкий дриптип. Тонкий дриптип очень важен для начинающего мехмода-дрочера. Так легче вставлять мехмод в анус. Помимо этого, в этой дрипке необычные стойки. У них там внутри такие кусочки гвоздя нарезаны, которые ты сверху прижимаешь шестигранниками. Шестигранники, естественно, нестандартные и очень здоровые. За шестигранники, как обычно, сразу жирный минус. В жопу их себе закручивайте. Пока не станут все ставить винты без шляпки под крестовую отвертку, я за шестигранники буду продолжать ставить минус. Бойтесь, бляди. Единственное, дырки. Это именно дырки. Только две, и поэтому не совсем удобно туда загонять спирали, потому что приходится обе зажимать одновременно. Кроме того, в комплекте вот такой вот ключ. Ему очень удобно поднимать те самые валики, когда они упали вниз. Кроме того, с его помощью можно открутить нижнюю часть дрипки, и она становится гибридной. То есть, сняв верхнюю крышку с мехмода, дрипка накручивается вместо этой верхней крышки и становится минусовым контактом. Это так называемое гибридное соединение. Ну, собственно, я накрутил две спирали. Особо низкий ом делать не стал, ну, потому что это все хуйня. У нас же здесь не компетишон! Единственное, я поставил мощный аккумулятор Sony VTC5. Во, сука, накончала в объектив, тварь китайская! Ну, что я могу сказать? Парит. Кнопкой пользоваться не очень удобно, потому что она на пружине. И, кстати, когда мод ставишь на кнопку, если ее не заблокировать, то она так немножечко из стороны в сторону вихляется, и мод может завалиться, потому что он высокий и тяжелый. Кстати, о размере мода. Я всегда привожу сравнение размеров мехмода и плата модов, и оно всегда, сука, не в пользу мехмодов. Мехмоды всегда длиннее аналогичного плата мода. А ведь именно длина бесит, потому что он в карман, сука, не помещается. Вот, например, сравнение с iJoy Capitan. По высоте iJoy меньше, по размерам, ну, естественно, чуть шире, но ведь в iJoy, сука, две батарейки, и сами батарейки больше по размеру, по высоте, чем в Sub-Zir, и при этом Capitan все равно ниже. А еще у него плата охуенная, зарядка от USB, он показывает на экранчике все, что нужно, и вообще он заебись. И по весу они, кстати, совпадают, потому что Компетишон неебически тяжелый мод за счет вот этой второй внешней трубы, которая непонятно зачем там нужна. Но, тем не менее, что можно сказать? Если денег очень мало, а набор Sub-Ziru Компетишон мехмод и Sub-Ziru Компетишон дрипка можно приобрести всего лишь за 1700 рублей, если это клон, в то время как такой же, но оригинальный комплект обойдется в 7000 рублей. Здесь цены для сравнения, просто чтобы ты порядок понял. В оригинале еще может быть серебряный или посеребряный пин. Но он никак не спасет от окислов, потому что даже в самом чистом серебре есть примеси меди. Именно они будут окисляться на контакте. В общем-то, за эти деньги это, наверное, неплохой выбор, а среди мехмодов это, наверное, пожалуй, лучший выбор, потому что все-таки в Sub-Ziru есть много интересных конструктивных решений. Но пидорасить и чистить его все равно придется раз в неделю, о чем я сделаю отдельное видео. Я Бог Ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.